Ахой, друзья! Я Макс Морель, это канал Велосклад. Сегодня мы с вами поговорим о пяти типах велосипедов, которые вам не стоит покупать. Даже если в вашем гараже уже стоит двухколесная лошадка, независимо от этого, вы все равно можете попасть на некоторые подводные камни, которые ждут вас, если вы хотите дополнить свой гараж. Но если вы берете самый первый свой велосипед, то эти подводные камни будут для вашего борта особенно острыми. Поэтому, чтобы не сесть на мель, я вам расскажу о том, какие велосипеды брать не стоит ни при каких обстоятельствах. Если вы способны принять хладнокровное решение, если вы понимаете, почему вам нужен рудбай, где вы будете его использовать, как применять, как обслуживать, то нет никаких проблем. Проблема наступает, когда у вас появляется некая такая горячность, лихорадка. Вам хочется уже поскорее расчехлить свою банковскую карточку, она буквально уже горит в ваших руках. Знакомо, байк, купленный в спешке, редко когда доставляет удовольствие. По большому счету это лотерея, вы подошли к выбору неосознанно, вы увидели что-то, может быть даже мой ролик, вы загорелись, вы хотите именно этот велосипед, вы его покупаете и... И через некоторое время вы понимаете, что купили не то, что хотели. Сядьте, расслабьтесь, подумайте, именно этот велосипед вам нужен, а может быть что-то другое. Может быть вы хотите взвесить все за и против. Хотите реальный совет? Посидите, подождите недельку. Если вы все еще не перегораете, наверное, это тот самый байк, который вам нужен. Что бы вам ни говорили продавцы, премиум велосипеды это велосипеды для скорости, велосипеды для адреналина, велосипеды для тех, кто хочет сесть и начать работать, а не отдыхать. Эти велосипеды не подойдут для катания по парку. Да, они гораздо более надежны, у них более резкое и быстрое переключение передач, они весят меньше, но они не подходят для прогулочного катания. Как только вы отправитесь на этом велосипеде кататься спокойно по парку, со своей женой, с девушкой, с ребенком, вы тут же ощутите, что у вас болит спина, вам тяжело ехать медленно, вы хотите разогнаться, но с вами ваша семья, вы хотите смотреть, как едет ваш сын, вы не хотите изучать асфальт под колесами. Но такие велосипеды заставляют вас изучать рельеф трассы. Следующий тип велосипедов, который стоит избегать, это велосипеды, которые куплены ради надписи на раме. Да, спешлайст это уважаемо и почетно, да, когда ты приезжаешь на топовом карбоновом байке, ты вызываешь восхищение, а хватило ли тебе на комплектующий. Даже у спешлайст есть модели для сегмента, так скажем, бюджетного. И там вы можете найти и вибрейки, и ту же вилку РСТ, и вряд ли вам будет прям так уж приятно кататься. Но люди, которые покупают себе спешлайст с вибрейками, зачем? Покупая брендовый байк, заряженный, топовый, наконец-то вы на него накопили, может быть даже вы копили на него не один год, вы сталкиваетесь с тем, что вам на нем жалко кататься. Черт возьми, этот велосипед стоит 100 тысяч рублей. Это очень дорого. И ты понимаешь, что каждая капля грязи на раме, каждый скрип, каждый шорох отдается глубоким рубцом по твоему сердцу. Ты понимаешь, что этот велосипед ты не хочешь использовать на все 100%. Ты используешь его не для того, чтобы на нем кататься так, как производитель задумал. Ты сознаешь, что катаешься на нем по городу, до фонтана, чтобы с ним ничего не случилось, потому что если с ним что-нибудь случится, тебе придется раскошелиться на очень кругленькую сумму, на которую придется копить, снова копить, опять копить, и ты не готов к этому. В итоге получается, что в твоем гараже стоит классный байк, он топовый, он заряженный, он хочет раздавать, он хочет зажигать, но ты катаешься на нем только по городу. Покупатель нового велосипеда, он как сапер, ошибается один раз, и рискует он достаточно большой суммой денег. Поэтому нормальные люди в современный век интернета, естественно, лезут читать отзывы. Они лезут на форумы, они лезут в паблики ВКонтакте, чтобы понять, я наконец-то сделал свой выбор, этот байк действительно мне нравится, я хочу его. И ты лезешь специально на эти паблики, ты пишешь блогерам в надежде, что они ответят, ты читаешь позитивные комментарии, ты удостоверяешься в том, что действительно сделал правильный выбор, но вдруг ты натыкаешься на тот самый негативный комментарий, и он так заряжен, он бьет по самым болевым местам. Этот человек знает, черт возьми, что говорит, он так возбужден, он так реально рассказывает, почему этот велосипед брать не стоит, и тут в тебя закрадывается сомнение. И у тебя уже сумма на руках, твой байк вроде бы уже найден в нужном магазине с нужной скидкой, вроде все твои друзья говорят, да, это то, что надо, но вот эти вот его факты, доводы, которые все-таки так убедительны, они сидят в твоей голове. Эти факты, эти доводы ты начинаешь искать в своем новом велосипеде, и ты обнаруживаешь эти косяки, и ты понимаешь, что ты купил, кажется, не то, что хотел. Еще одна западня новичка при выборе велосипеда — это мнение блогера. Представители велосипедного сообщества, которых мнение топовое, инфлюенсеры, говорят, что этот байк тебе не подойдет, говорят, что у него есть определенные недостатки, и вот ты уже сам начинаешь сомневаться, ты уже даже съездил в магазин, ты походил вокруг этого велосипеда, даже проехался, но эти недостатки постоянно-постоянно выскакивают. Потом ты вспоминаешь, сколько времени ты пахал, сколько времени ты откладывал бабки, чтобы его купить, и тут появляются эти недостатки. Какого черта? Я плачу за новый велосипед, и меняю еще к нему пакет недостатков. Еще один подводный камень — это экспертное мнение. В каждом велосообществе есть определенный набор марок, брендов, моделей велосипедов, которые считаются крутыми и которые считаются отстоем. Например, все слышали, что у Куба пластилиновая рама, что Меридо — это Тайвайн, что Стелс — это вообще фу, Китай, то ли Россия, то ли что-то. И таким образом существует только пара реально топовых марок, у которых вроде бы как нет косяков. Но на самом деле это пристрастие определенных групп лиц, и они начинают навязывать тебе свое мнение. Ты вроде бы хочешь взять Мериду, но тебе навязывают совершенно другой байк, потому что он лучше, потому что есть история бренда, потому что он сделан не в Тайване, потому что там есть конструкторское бюро. И в конечном счете ты выбираешь велосипед не для себя, а для этих парней с форумов, чтобы сделать фотку, чтобы показать им и услышать всеобщее одобрение. Следующий опасный тип велосипедов, которые не стоит покупать, это велосипед, который ты можешь себе позволить прямо сейчас. Знакомая, наверное, ситуация. У тебя была своя копилочка, куда ты откладывал деньги, ты долго-долго работал, ты долго-долго копил на байк своей мечты, и в какой-то момент, листая в очередной раз сайт или форум, ты вдруг находишь совершенно другой велосипед. И он стоит подешевле. Ты можешь его позволить себе прямо сейчас продолжать копить упорно на тот байк, который ты изначально запланировал покупать, или купить этот велосипед здесь и сейчас. Это так здорово. Уже сегодня вечером ты наконец-то будешь на новом велосипеде. Этот запал скоро закончится. Уже сегодня вечером, купив такой велосипед, ты испытаешь разочарование. Ты снова полезешь на форум, ты снова откроешь сайт на той странице, где был тот велосипед, который ты действительно хотел, на который ты копил, и поймешь, что купил не то. Казалось бы, такие очевидные вещи, но именно они мешают вам обладать байком своей мечты. Байком, который вам будет нравиться, доставлять удовольствие, который поможет вам быстро спрогрессировать и наслаждаться каждой поездкой. Мы поговорили о тех типах велосипедов, которые покупать не стоит. А какие все-таки стоят? Как думаете вы? Напишите об этом в комментариях. Это был канал «Велосклад». Я Макс Морель. Подписывайтесь вместе с Лисой на канал. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. И задизлайкайте, если вы не согласны. До новых встреч.